Всем привет! Вы на YouTube-канале Другой России. Сегодня мы будем общаться с московским активистом партии Другая Россия Равилем Башировым о предстоящем обнулении сроков президента, изменении в Конституцию и многом-многом другом. Привет, Равил. Слава партии. Ну что, собственно, сегодня обсудим одну из самых горячих тем, которые в ближайшее время произойдет. Это обнуление сроков Путина, изменение Конституции и многое-многое другое. Да, там сейчас как бы у нас происходит мировой экономический кризис, кризис, связанный с коронавирусом, но эти события будут в ближайшем времени. Какая позиция нашей партии будет именно на вот это вот время уже такого времени, когда будет изменение в Конституцию внесено и, собственно, пожизненное царствование Владимира Владимировича? Позиции партии понятны. Мы не приветствуем ни обнуление сроков Путина, ни эту конституционную реформу. Под видом которой нам пропихнули, по сути дела, антиконституционный переворот. Путин заигрался в обнуление, вместе с обнулением сроков. То есть, ну, с нулем вообще шутки плохи. Обнулил вместе со своим сроком, обнулил рубль, обнулил цену на нефть. Экономику обнулил, сбережения наши тоже обнулил, все обнулил. Все обнулил, то есть, вот, тебе предстоит обнуление сроков. Значит, как это надо понимать? Фантазии у них, опять же, ноль. То есть, сначала они хотели произвести там рокировку с помощью Лукашенко. Лукашенко их в конце декабря послала. То есть, союзное государство не получилось. Опять же, попытались они его там наказать нефтью. Опять же, не получилось теперь. Сами рады, чтобы Лукашенко у них эту нефть купил там по 4 доллара за бочку и так далее. Придумали кондиционную реформу. Сначала выступил Путин 15 января. Пообещал там все блага, горячее питание школьникам, материнский капитал. Подашки социальные. Да, да, да. Накидать. Вот. Опять же, структура власти была непонятна. То они вписывают в госсовет, то не вписывают там. Все. А потом уже это вот так вот пошло, пошло, пошло. Каждая, грубо говоря, башня Кремля там накидала своих версий. В итоге получилось то, что у нас нелепая какая-то совершенно конституция. Ну, всеми поправками, которые они предложили. То есть, там. Все, что они предлагали, по сути дела, это можно, ну, все красивые слова, да. Про историческую преемственность, про СССР, там, про Бога, там, про русский. Язык государство образующий. Это все можно было прописать в преамбуле. То есть, у всех нормальных государствах, у всех нормальных наций это пишется в преамбуле. То есть, ну, как бы, скажем так, некий такой проект государственной идеологии. И потом раскидывается в первой и второй главе. У нас первая и вторая глава Конституции не... ну, чтобы их поменять, там прописан жесткий порядок довольно-таки. То есть, это должен быть либо референдум всенародный, либо конституционное собрание должно собраться. Опять же, у нас даже нет федерального конституционного закона о конституционном собрании. Мы с этой Конституцией живем с 93-го года. Даже этого они не смогли, там, за все это время не соизволили сделать. В итоге, приходится выдумывать, что все эти поправки распихивать в те главы, которые можно поменять, ну, там, по сути дела, просто голосование в Госдуме. Ну, как в Крым в свое время приняли в состав России, да, проголосовали в Госдуме, все, подписали, там, внесли в строчку, там, Республика Крым, город Севастополь. Все, это в Конституции у нас есть. С этими тоже самое поправками можно было сделать, но сами себя обманули, заигрались. Смотри, у меня тут вопрос основной, конечно, он связан вообще с адекватностью этой власти. Ну, то есть, никто не вечен, и президент наш тоже не молод, никакой человек не может прожить вечно на этой земле. Почему они не думают о будущем? То есть, неужели там за 20 лет правления, там, Путина, и, там, получается, 30 лет правления вот этой либеральной системы, они не думают о какой-то там правоприемственности, продолжении? Неужели только один человек способен нормально контролировать эту систему, и, как мы видим, там, по событиям последнего времени, тоже не получается. Слишком много нюансов во внешней политике, в экономике, там, вообще в мировых отношениях. То есть, к чему это приведет? Это же приведет к медленной стагнации, тихому гастанию, умиранию всей страны, а не только его системы. Ну, ошибки системы, они имеют свойство накапливаться. То есть, система стареет, ошибки накапливаются. При том, что они не решаются, а все загоняется в угол, и вот это обнуление сроков, это, опять же, попытка отодвинуть решение всех проблем, которые назрели. За 20 лет правления Путина у России накопилось куча проблем. То есть, Путин, грубо говоря, был эффективен, там, ну, не для нас, конечно же, с нашей точки зрения, он со временем был, там, президентом богатых, сверхбогатых. Ну, буржуазный президент. Да, но тем не менее, он как-то эффективно мог рулить, там, опять же, раскладами внутри элит, там, на международной арене. Пиком, конечно, был 14-й год, присоединение Крыма. Даже тогда пусть ввели санкции, но был в стране так называемый Крымский консенсус. И все. А потом они эту волну потеряли. То есть, они не взяли Донбасс, то есть, ну, совершили кучу ошибок, и сейчас вот, ну, все, эти ошибки превратились в такой ком. Они их поглощают уже, там, их действия хаотичные. Мне как раз Сороков, это главный вопрос, к чему это все приведет? То есть, вот такая вот ситуация, предположим, вот провернули они это все, как ты правильно сказал, это принимает решение вообще Госдума. А то, что они пытаются в качестве голосования провернуть, это всего лишь вопрос, который, там, якобы о доверии власти. Ну, понимаешь, они даже не могут провести это в рамках, ну, есть закон. Есть у нас избирательная система, есть закон о выборах и о референдумах Российской Федерации. Они не могут даже это все подогнать под этот закон, провести в рамках избирательной системы Российской Федерации. Приходится им наверстывать, там, ну, понятное дело, там, цик прогнулся, хотя мог сказать, нет, ребята, вы что, либо вы действуете в рамках процедуры, которая есть, либо идете лесом. Ну, цик у нас, понятное дело, это не независимый орган, он подчиняется президенту, по сути дела, да. Конституционный суд мог то же самое сделать. Нет, он даже при Ельцине, конституционный суд, говорил ему, нет, Борис, ты, типа, гонишь пургу, ты не прав, ты не можешь, было же решение конституционного суда, о том, что Ельцин не может два срока избираться, несмотря на то, что это, ну, был прецедент. Все, этот конституционный суд, который тот же Зорький возглавляет. Да, это самый старый суде конституционного суда. Нет, пожалуйста, обнуление не противоречит там, ни смыслу, ни духу, ни букве закона. Все, все нормально, ребята. То есть, 20 лет и еще плюс там на десяток лет сейчас Путин пойдет. А почему? Сам выстраивал такую систему, где, ну, это грубо и обратная пирамида вот такая, да? То есть, есть пирамиды нормальные, а эта пирамида вот такая. И вот там крайнее звено. Его вытащит, и все, эта пирамида рухнет. И в этом слабость, как бы, ну, это государственная модель у нас в Российской Федерации. Но если это сделать, у нас, под этой государственной модели, эта система, она похоронит под собой всю страну. Объясни, в чем разница между активным и пассивным бойкотом? Ну, то есть, там, многие думают о том, что бойкот – это сидеть, как бы, на диване, ничего не делать, как бы, пусть сами все решают. В чем наша принципиальная разница? Нет, для нас, болов, бойкот – это не просто сидеть и ничего не делать. Для нас, болов, бойкот – это позиция агитации. То есть, мы идем к людям и разными способами, разными методами говорим. Люди, не ходите, да? Вы сейчас можете ходить вместе с нами, там, клеить листовки, там, и так далее, но вот в этот день останетесь дома. Не подвергайте своей жизни опасности. Заберите паспорта у родителей. Да, да, да. Почему? Ну, важен именно бойкот. Потому что бойкот – это позиция твоего личного… Вот ты покажешь свое личное отношение к власти. Ты говоришь, я в этом не участвую, и моего личного вклада в вашу легитимность нет и не будет, не дождетесь. То есть, они могут, там, пригнать, там, срочников, да, там, кого, ментов, там, чиновников, бюджетников, да, там, свой какой-то ядерный электорат, который все тает на глазах, там, вот. Но, тем не менее, будет явка 10% или 30%, это не так важно. У нас в среднем на выборах, там, вот последние выборы были, там, год назад, в среднем явка по стране, там, от 21 до 32%, ну, на президентских выборах чуть побольше, там, и то это 50% не догоняет. Большинство населения на выборы не ходят, они так или иначе, они эту власть не признают своей. То есть, говорят, что, вот, типа, люди, ну, ни во что не верят, люди глупые, там, не вершат свою судьбу. Люди, наоборот, таки мудро поступают, они этой власти просто не доверяют, они знают, что эта власть не ихняя, не советская, скажем так, да, в кавычках. И, скажем так, они уже заранее говорят, что это буржуазная система, и в ней побеждает тот, кто больше заплатит. Чисто по-венецки люди, на самом деле, рассуждают, и поэтому они остаются дома. Но это пассивный бойкот. А активным он станет в тот момент, когда люди осознают, да, вот, моего личного вклада в вашу легитимность не будет, то есть, я лично, я против вас, и поскольку вы рисуете, там, результаты выборов всегда себе, то есть, поскольку вы фальсифицируете результаты любых выборов, там, референдов в свою пользу и так далее, что вы, там, каруселите, там, и так далее, я в этом участвовать не буду. То есть, с жуликами и ворами я за карточный стол садиться не буду, не собираюсь. И в эти игры я не играю. Потому что те люди, например, которые говорят, что вот мы должны выйти и выразить свой протест, там, и проголосовать, нет, они играют на явку в первую очередь. То есть, за счет явки они как раз-таки сыграют, да, типа, у них пусть, да, потому что явку, там, сделают они 50 плюс 1, ну, большинство, да, такое простое. Ну, зато они нарисуют что-то. 30 за, 20 против. Вот, отлично, у нас демократия, как бы, всех все устраивает. Нет, нужно эту игру обрушить, вот, похерить вот этот план, как бы, эту систему. То есть, у них там, допустим, они в конце февраля, начало января раздавали методички, что, грубо говоря, минимум там надо 65 процентов, чтобы пришло, и из них, из этих 65, минимум 75 проголосовали за. Посмотрим, как у них теперь это получится. Вот, кстати, одна из версий, зачем нужны такие, ну, оттягивания вот этого. То есть, они, видимо, получили социологию, там, март и февраль, март, и поняли, что, ну, 22 апреля, в день рождения Ленина, что-то не придет народ голосовать, и если придет, ну, придет, как бы, ну, там, 50 на 50. Потому что не пользуются этой идеей, не одобрением. Последний опрос, да, Левады-центр, который был, там, ну, был, можно найти данные. Большинство населения, там, больше 50 процентов населения, они против, как это, как это? Угнуление сороков. Нет, не против, они там прямые вопросы они не задают. Нет, они за сменяемость власти, больше 50 процентов населения, за сменяемость, и больше 50 процентов населения за ограничение, предельное ограничение возраста президента, там, ну, примерно, как у всех госслужащих, до 70 лет. То есть, народ-то понимает, что все, золотые годы Путина прошли, вместе с ним золотые годы, там, российской экономики, российской государственности тоже. Ничто не вечное тут волной. Ну, собственно, я думаю, наша позиция в этом плане предельно ясна, будем потихоньку завершать. Нет, а наша позиция, мы им сейчас бойкотируем этот референдум, не до референдума, потому что это, по сути дела, такое прикрытие конституционного переворота. Они его уже совершили, то есть, по всем этапам прогнали, там, через все инстанции, от Госдумы до конституционного суда. Теперь они просят народ еще, типа, чтобы одобрил их, не этот конституционный переворот. Народ не собирается одобрять, не собирается на это идти, мы ему поможем, разъясним, как надо делать. Потом же будет что? Обнуление Госдумы и всего прочего. И если не осенью, то весной нас ждут досрочные выборы в Государственную Думу, и всякие фейковые партии пойдут участвовать, опять же, натягивать явку будут на глобус. И системная оппозиция также там вся собирается участвовать. А мы говорим, нет, не будет бойкот, и выборы в Госдуму, и всем остальным тоже. До тех пор, пока до выборов не будут допущены все реально существующие в стране политические силы, пока в стране реально не будут работать те конституционные права, которые уже прописаны в Конституции, без всякого ее обновления. Там свободы собраний, свободы слова, свободы политических объединений, освобождение всех политических заключенных. Вот этого нужно добиваться. Вот это вот, в принципе, опять же, к активному бойкоту. Вот нужно вот этого добиться. Вот реализация вот этих гражданских правств. Сейчас, конечно, с коронавирусом они обкатывают технологию, видишь, прикрывают, то есть, ну, больше трех не собираться там, и так далее. Больше ста метров от дома не отходить. Коронавирус пройдет, а меры-то останутся. Просто по привычке у системы. И в любой момент они их будут снова вкручивать. Надо будет, они его придумывают, этот коронавирус. То есть, этот, ладно, этот естественный. Я думаю, через год они будут, о, как классно-то, да, при коронавирусе. Заходил, прикрутил гайки, все, никто не возбухает. Коронавирус, 365 дней в году, 24 на 7. Да, да. Вечно опасные. Мы думали, что-нибудь еще. А в чем наша позиция принципиально отличается, там, от компании нет, голосовать против поправок в Конституцию. Ну, то есть, наверное, нужно поподробнее об этом рассказать. Ведь, по сути, ты так протест свой высказываешь. Ну, люди, которые приходят на избирательный участок, так или иначе, участвуют в избирательном процессе. Все, а больше от них ничего не зависит. Говорят они да, говорят они нет. Они в любом случае говорят, что этот процесс законен. Они повышают его легитимность. Так или иначе. Все. Остальное за них все делали. Остальное дело техники. Сколько процентов нарисуют за, сколько процентов нарисуют против. Там технологии отработаны. Те, кто на выборах работал, это прекрасно знают. Те, кто сидел в избирательных комиссиях, например, и так далее. Говоришь ты нет, ты все равно не играешь на явку. Явка – это ключевой показатель. Это, то есть, такая вера, что мы выйдем, все государства нас послушают. Такая наивная мечта. Есть. Тут нужно, опять же, мыслить рационально. Единственный вариант, когда может сработать протестное голосование, это когда ты уверен, что придет и проголосует 99%. То есть, когда оппозиция реально располагает, там, ресурсами, реально располагает силой, реально ведет за собой людей. Если у тебя на митинге приходит, там, 3,5 человека, то о чем ты говоришь? Да? Ну, и ты зовешь людей. Давайте всей толпой ломитесь, голосуйте. Нет. Вот 3,5 человека и бредут, и проголосуют. Нет. И они просто повысят явку. Просто повысят уровень легитимности этой системы. И уровень, там, ну, изображения демократии. Вот и все. То есть, пока у нас нет массовой оппозиции, а у нас ее нет. Да? Это факт. Это надо всем признать. Кто-то не признает, кто-то просто идиот. У нас нет сильных политических организаций. Ну, все организации слабые. Эти люди, они, скажем так, самодовольные, ну, не буду их, там, называть идиотами, но... Идиоты. Самодовольные идиоты. Да. Они просто именно снимают, там, все ролики, говорят, там... Не, не так, как мы. Ну, мы-то бы разъясняем позицию, понятное дело. Мы не профессиональные, там, сетевые, просто... Вся позиция, она ушла в YouTube, да? То есть, каждый, там, второй блогер, видеоблогер, и... Там, что они там еще делают-то? Просто друг другу, друг другу задают вопросы... И сами на них отвечают. Да, сами на них отвечают и призывают так, как будто, там, не знаю, их смотрят миллионы. Только даже в YouTube их не смотрят миллионы, ты понимаешь? А о чем речь говорить? Вот. Поэтому сейчас в данной ситуации сам... Просто по всем раскладам, по-реальному. Просто всем сидеть дома. Ну, не ходить... Самоизолировался от голосования. Режим жесткой самоизоляции, да. Нет, не ходить просто на это голосование, которое, к тому же, незаконно, да? То есть, оно противоречит, там, и здравому смыслу, и конституции, и закону референдума о выборах. Это же все организуется так. Просто захотелось, просто... Я думаю, Путин уже сам 10 раз пожалел, что бряхнул 15 января про это всенародное одобрение. Потому что, в принципе, все вот эти поправки, которые они пропихнули, они могли принять просто голосование в Государственной Думе. Ну, раз уже пошла речь, раз пошла такая пьянка... Спасибо за просмотр. Вы смотрели Другую Россию. С вами были сегодня Михаил Аксель и Равиль Баширов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, отправляйте донаты, помогайте распространению этого видео. Всем пока, до смерти. Слава партнерам. Без маски, без перчатки не выходить!